Незабываемые годы лекции, конспектов, зачетов и экзаменов, бессонных ночей и самой яркой пары жизни человека для студентов выпуска 2018 года подходит к концу. Те, кто сумел с отличием пройти путь от первой сессии до защиты квалификационной работы, встретились в фактовом зале Института управления экономикой и финансов КФУ. В этот день полный трогательных моментов радости и грусти. Здесь собрались лучшие студенты всех институтов, факультетов и высших школ большой дружной семьи Казанского Федерального Университета. Время, проведенное в университете, они будут вспоминать с любовью и особенной гордостью. Для меня запоминающий момент это посвящение первого курсика, когда я поступал в 2012 году на бакалавриат. Вот это мероприятие, оно всегда останется в моем сердце. Тогда мы обещали, что будем каждый день, проходя пятом с Лениным по сковородке, показывать ему пять и обещали, что сдавать сессию на отлично. Это поступление в университет, это была такая гордость, большое событие для меня, для моей семьи. 3 июля здесь собралось 250 лучших выпускников, 25 из которых признаны лучшими в своем институте. Все эти годы Казанский Федеральный Университет был для вас универсальным площадкой для организации ваших идей и замыслов. Образцом стремления к успеху и жизненному победу. Казанский университет заложил в сегодняшних выпускников добротный фундамент, но то, какой дом будет построен на этом фундаменте завтра, зависит только от них самих. Казанский Федеральный Университет дал мне не только какую-то теоретическую базу, а именно практику, потому что я учусь на телевидении, у нас есть множество студий и разных оборудований, где ты можешь реализовывать себя не только в учебной деятельности, но и реализовывать свои проекты. Я очень рада и благодарна университету именно за ту практическую базу, которую можно получить, в отличие, например, от других классических университетов. Я очень рада, что сегодня я закончил КФУ, и все это отлично. Это было просто так сложно. Но когда приехал сюда, я знал, что мне надо заниматься, ну, учебой заниматься много. И, ну, благодаря Богу и благодаря моим стараниям, то, что я стараюсь, чтобы добиться этой цели. В рамках мероприятия стоялось торжественное открытие Года Толстого в Татарстане и Казанском Федеральном Университете. Участие в мероприятии принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. 29 декабря 2016 года на ученом совете Казанского Федерального Университета было принято решение о том, что 2018 год будет назван Годом Льва Толстого. Уже 21 сентября 2017 года президент Республики Татарстан Рустам Мениханов объявил 2018 год Годом русского писателя Льва Толстого, чья судьба тесно связана с Казанью. Я сегодня хотел бы, чтобы мы этот дух толстовский тоже в своих мероприятиях обязательно увидели, возродили, почувствовали. Стоит отметить, что Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого КФУ является основным генератором мероприятий, посвященных данному событию. Диана Шилова, Льнард Влесьяров, Универ Ньюс.